Вилами по воде писано Конечно нет А если вилы в краску окунуть? В этом чопорном джентльмене не так-то просто узнать нашего старого знакомого Михаила Это дома на завтрак он кушает пирожное вилочкой А на работе Михаил превращается в отчаянного экспериментатора Галилео В прошлый раз он проверял, можно ли носить воду в решете И, признаться, очень сильно утомился Чем же займется Михаил сегодня? Идею подсказал столовый прибор Как же там было? Вилками по воде? А, точно! Вилами по воде писано Так говорят, когда хотят выразить сомнения Сбудется ли то, что мы предполагаем Наш экспериментатор отправился проверять старинную русскую поговорку В руках у него уже самые настоящие вилы Этим инструментом селяне собирают сено в стогах А Михаил попробует написать пару ласковых для нашей программы Чтобы не замерзнуть за этим интересным занятием Он решил провести эксперимент на берегу искусственного водоема В аквапарке тепло в любую погоду Правда, народу многовато На такой случай у предусмотрительного парня Есть персональный бассейн Надувной А вот и краски, которые Михаил прихватил с собой для опытов Тут и гуашевые, и масляные, и акриловые Интересно, какие лучше всего подойдут для наших художеств? Пора заняться привычным делом Натаскать воды Это вам не решетом носить Ведром он в два счета бассейн наполнит Да, чудо не произошло От одних вилл без красок толку мало Лишь брызги Начнем с гуаши Одной из разновидностей акварельных красок Их название говорит само за себя Аква в переводе с латинского «вода» А значит гуашь – краска на водной основе Вот почему она моментально растворилась в бассейне И превратилась в чернильное облако На буквы совсем не похоже Скорее это автограф испуганного осьминога Гуашь просто окрасила воду в свой цвет Да, эта попытка не удалась Значит пришла очередь масляной краски Хорошо, что парень приступил к эксперименту не с бухты-барахты, а подготовился заранее В справочнике юного художника он вычитал, что масляную краску перед нанесением на холст нужно смешать с растворителем К сожалению, героя нашего сюжета зовут не Леонардо и даже не Рафаэль Опыта у него маловато Вдобавок любопытные зрители мешают Никак не дают сосредоточиться Краска, сделанная из натурального льняного масла, оставила на воде только жирные пятна Ни одной буквы написать так и не удалось Вся надежда на синтетическую краску на основе акриловой кислоты Это вещество не растворяется в воде Более того, оно вообще не желает с ней контактировать Виллы, опущенные в бассейн, на этот раз попросту не оставили на его поверхности никаких следов Наверное, рисовать по воде и правда бесполезное занятие Не стоит торопиться с выводами Рисунок у вас перед глазами сделан как раз на воде Эта живописная техника называется эбру Её изобрели на востоке С персидского эбру так и переводится Картинка на воде Как же её нарисовали? И почему у Михаила не получилось ничего похожего? Художница Татьяна Кириллова ответит на эти вопросы не словом, а делом Секрет номер один – вода с добавками Чтобы краска держалась на её поверхности, воду нужно подмешать клейстер Его готовят из каррагена Это вещество входит в состав морских водорослей Главное добиться нужной консистенции Клейстер не должен превратиться в желе Крупные пузырьки воздуха, образовавшиеся у поверхности, разгоняют или протыкают шилом А от мелких можно избавиться с помощью больших листов бумаги, например, газетных страниц Клейстер делает водную основу для рисунка более густой и плотной Интересно, а чем рисуют профессионалы? Гуашью, маслом или акрилом? Ни тем, ни другим и ни третьим Краска – это секрет номер два Художница приготовит её прямо у нас на глазах Рецепт состоит из сухой смеси измельчённых растений, минералов и коровьей желчи Это вещество вырабатывается в печени животного Чем больше желчи в краске, тем лучше она будет расходиться по поверхности воды Третий секрет – это инструменты Чтобы получить красивый фон, Татьяна разбрызгивает краску широкой кисточкой из конского волоса Зелёный Жёлтый Бирюзовый И вот перед нами нечто похожее на диковинные джунгли Теперь художница осторожно проводит по воде тонким шилом Его вполне достаточно, чтобы нарисовать причудливые узоры Любая деталь начинается с капли, которая прямо на глазах превращается, например, в цветок Ну что, работа закончена? А вот и нет Если речь идёт о технике Эбру, картина на воде – это всего лишь промежуточный этап Причудливые узоры теперь предстоит перенести на бумагу Это совсем просто Благодаря коровьей желчи, а именно её высокой клейкости, изображение легко закрепляется на листе Вот теперь всё готово Красота-т какая! Татьяна, спасибо! Но вернёмся к нашему эксперименту Теперь у Михаила есть всё необходимое для того, чтобы очередной опыт удался Целое ведро клейстера отправляется в бассейн На всякий случай Михаил процеживает его сквозь сито Вилы покрыты краской для Эбру Ну, была не была Эс Т Эс Название нашего канала Ура! Наконец-то получилось Неужели тем, кто придумал эту поговорку, приходилось так же долго мучиться? Оказывается, вилы, которые упоминает поговорка К садово-огородным инструментам никакого отношения не имеют Слово «вилы» когда-то означало «круги» По кругам на воде древние славяне предсказывали судьбу, бросая в речку камни Гадания эти редко сбывались Поэтому в народе и стали говорить Это вилами, то есть кругами по воде писано Ну, а нам пора подводить итоги Сегодня Михаил познакомился с удивительной техникой Эбру Рисунков по воде И научился писать вилами Что ж, с программой «Галилео» Еще и не до такого докатишься Когда у людей ничего не готово Они обычно говорят Там еще конь не валялся У нас в «Галилео» нет такой поговорки Мы всегда говорим У нас еще не родился тот конь, который должен валяться «Галилео»